Салют! Вы находитесь на канале Барахольщик. Сегодня я буду прошивать свою PSP. В моем последнем ролике я смог поменять корпус в этой PSP, и сейчас она полностью в рабочем состоянии. У меня возникло ровно три причины, для чего это необходимо сделать. Первая причина, то что внутриигровые загрузки с UMD диска они гораздо медленнее, чем если бы я играл с карты памяти. Вторая причина заключается в том, что на моей PSP стоит программное обеспечение версии 5.50, и для более поздних версий игр оно не подходит, то есть игры с UMD дисков не запускаются. И третья причина, самая главная и самая банальная, в том, что на моей полочке нет всех тех игр, в которые я бы хотел поиграть на своей PSP. А теперь погнали! Сначала необходимо проверить версию своей прошивки. У меня стоит 5.50. Подключаем PSP по USB-проводу к компьютеру. Если у вас нет USB-провода, можно вытащить карту памяти из PSP и подключить ее. На 2024 год актуальными являются прошивки 6.60 и 6.61. Я буду устанавливать последнюю. Скидываем папку PSP в корень карты памяти. Архив на все файлы будет доступен в описании к этому ролику. Рекомендую подключить зарядное устройство во время прошивки, чтобы консоль не разрядилась, иначе можно получить кирпич. Заходим в карту памяти на PSP и выбираем обновление. На моей PSP возникает ошибка, так как установлена версия 9.90. Но мы помним, что у меня стоит версия 5.50. Такой глюк случается только на версии прошивки 5.50. В меню PSP нажимаем кнопку Select, чтобы зайти в VSH-меню. В параметре USB-девайс меняем Memory Stick на Flash 0. Это необходимо, чтобы при подключении PSP к компьютеру увидеть не содержимое карты памяти, а саму прошивку консоли. Подключаем консоль к компьютеру. Заходим в папку VSH. Далее папка Etc. В ней открываем File Version. В открывшемся файле меняем значение Release 9.90 на 5.50 и сохраняем. После этого заново пробуем установить прошивку 6.61. Жмем запуск. Принимаем условия лицензионного соглашения. Ждем конца установки. После установки выбираем перезагрузить консоль. Проверяем версию ПО. Должна стоять 6.61. Снова подключаем консоль к компьютеру и скидываем оставшиеся файлы из папки ProMod в корень карты памяти PSP. Далее важная информация. При выключении консоли, извлечении карты памяти, снятии аккумулятора или полном его разряде прошивка слетает. Для этого ее надо закрепить. Существует отдельная версия материнских плат PSP, на которые нельзя поставить неслетаемую прошивку. Если у вас такая, вам каждый раз придется запускать ProMod заново. Такими консолями являются 2000 с кодом под батареей 8C и 3000 с кодом 8D и 9A. Но в целом проблемой не является при выключении PSP запустить ProMod с карты памяти для игры в скаченные образы. Если вы, как и я, обладатель счастливой консоли с закрепляемым ProMod, вам необходимо запустить Infinity 2. Нажимаем «Установить» и перезагружаем PSP. Далее мы заходим в ProMod. Зажимаем левый триггер и нажимаем кнопку X для установки. После установки еще раз нажимаем X для завершения. Проверяем версию системы. Должна быть 6.61 ProMod. Знак бесконечности говорит о том, что стоит неслетаемая прошивка. Заходим последний раз в Infinity 2, жмем кнопку влево и выбираем верхнюю версию ProMod. Возле нее должна поставиться звездочка, после чего жмем кнопку Home и подтверждаем. Все, ваша консоль PSP полностью прошита. Теперь остается скачать любимые игры, скопировать их в папку ISA на PSP. Теперь можно смело наслаждаться любимыми играми. Скачать любимые игры, скопированные игры, скопированные игры, скопированные игры. В этом году абсолютно нет. И если вам понравился этот ролик, не забываем ставить свои большие пальцы вверх. Подписываться на канал, если здесь вы оказались впервые. И не забываем про то, что у нас есть группа ВКонтакте. Ссылка на нее находится в описании к этому ролику. И до новых встреч. Всем пока.